Девятый сезон национальной премии экспертов автомобильного бизнеса ТОП-5 АВТО вышел на финишную прямую. Шорт-листы уже объявлены, но прежде чем сделать свой выбор, члены жюри могут прокатиться на автомобилях-номинантах в рамках большого тест-драйва. Большой тест-драйв – обязательный этап премии ТОП-5 АВТО. Члены жюри собираются на площадке для отдыха на трассе М11 Нева, где за несколько часов освежают воспоминания или знакомятся со всеми автомобилями-финалистами. У нас скоро финальное голосование премии ТОП-5 АВТО. И, конечно, перед ним очень желательно прокатиться, поездить, попробовать все те модели, которые не успели опробовать в процессе нашей текущей работы. И вот с точки зрения как раз-таки ознакомления первичного хотя бы с номинантами, это очень здорово, потому что здесь собраны практически все машины, которые, в общем-то, вышли в финал премии. И это хорошо, потому что можно за один день буквально освоить практически весь автомобильный рынок. Тест-драйв проходил на участке трассы М11 от Москвы до Зеленограда. Это порядка 40 километров. Да, маршрут небольшой. Однако, по словам члену жюри, его вполне хватает, чтобы получить первое впечатление о машине. Так как машин собрано очень много, поездить хочется на всех, то маршрут, в принципе говоря, можно назвать оптимальным, потому что нет пробок на нем, есть какие-то повороты. Но, в принципе, можно получить в разных скоростных режимах некое впечатление о машине. На мой взгляд, и не просто как члены жюри премии ТОП-5 авто, я считаю, что из всех многочисленных премий, существующих в России, это реально наиболее профессионально, поскольку машины оценивают не дяди Васи в гараже, а люди с машинами, живущими круглые сутки. Кто, кроме них, сможет дать профессиональную, точную, взвешенную, грамотную оценку каждому из вошедших в шорт-лист автомобилей? Еще один немаловажный нюанс. Голосование жюри проводится в открытом формате. Заполненные и сертифицированные бюллетени публикуются на официальном сайте премии по завершении сезона. Мы считаем очень важным тот факт, что все участники голосуют открыто, и, соответственно, ни у кого не возникает вопросов относительно того, как распределились голоса или кто выбран победителем. Поэтому это важный фактор для данной премии, и поэтому мы всегда с радостью участвуем в большом тест-драйве. Победители выбирают в восьми основных номинациях и одной специальной – «Автомобиль года». Итоги девятого сезона премии подведут в конце мая. Продолжение следует...